Прогрессивные цели, устремленные с множеством идей и огромным желанием их воплотить. Третий лицей стал площадкой для первого слета молодых педагогов округа. Минимум официоза и максимум открытости. О сильных сторонах молодых учителей, проблемах системы образования, о том, как их решить, в репортаже Лариса Ульяненко. Колобок вырос, получил педагогическое образование и говорит дедушке, бабушке, пойду искать место работы. Старые сказки на новый лад придумывали и рассказывали на слете молодых педагогов. А еще знакомились, смеялись, креативили, делились идеями и опытом, обсуждали проблемы. Учителей, мужчин в школах не очень много. Процентное соотношение – это будет 10% всего коллектива, это максимум. В нашей школе во всем городе их больше всего. У нас их порядка 8-10 человек. Проблемы больше всего, наверное, в документациях. Все это сразу скажут, потому что ее очень много. И не каждый может грамотно объяснить, что молодому педагогу нужно делать. Это первая часть, вторая часть – психологическое напряжение. С учетами тоже нужно работать и по поводу эмоциональной разгрузки. Алексею Кривошееву 27 лет. Попробовал себя в детском лагере воспитателем и понял – хочет работать с детьми. В школе учителю математики и информатики сразу дали семиклассников. Выпустив тот, свой самый первый класс убедился, что педагогика – это его. Не смущают ни отчеты, ни зарплаты. Хотя айтишникам мог бы получать гораздо больше. Зарплата – это не самый важный фактор, потому что важнее фактор – это дети. Тема образования у нас хорошая, но мы как раз создали совет специальный молодых педагогов, чтобы помогать молодым педагогам в этих проблемах во всех, чтобы не было выгорания, чтобы педагоги не увольнялись спустя год-два работы. Есть проект «Дома лучше». И вот педагоги должны работать, я считаю, что в старом осколе. Софья Рябчукова пошла в педагоги не только, чтобы учить других, но и расти самой. Постоянно ты общаешься с людьми, постоянно какие-то новые интересы, вот новые знакомства. С детьми интересно на уроках общаться. Я классный руководитель, да, у меня почти 30 деток, но у меня с родителями все в порядке. С чем, с какими трудностями вы столкнулись? Чуть-чуть поменьше документации, чуть-чуть. А если бы вы были министром образования, что бы вы изменили? Постаралась собрать мощную группу именно из молодых педагогов, потому что когда смотришь на молодых педагогов, это какая-то постоянная энергия. На первом слете молодых педагогов округа присматривались к активным, прогрессивно мыслящим, с горящими сердцами – тем, кто войдет в совет молодых педагогов. Через который мы будем решать вопросы, связанные с молодыми педагогами. От чего мы ждем? Актив на то и актив, чтобы решать и в краткосрочные, и в долгосрочные перспективы различного рода проблемы. Сильные и слабые стороны молодежи? Сильные стороны – это, несомненно, работа с современными средствами обучения. Это, опять-таки, умение быстро адаптироваться к изменяющимся условиям. То есть, скажем, старшее поколение менее склонно к этому. Слабых сторон не назову, честно. Потому что вот все то, что есть негативное, оно нивелируется за счет вот этой адаптации. Глеб Кривошеев в педагогике третий год. Начинал учителем литературы в пятой школе. Герой наших репортажей – победитель конкурсов профмастерства, а ныне – преподаватель вуза. На слете в качестве ведущего. Считает, здесь собрались целеустремленные ребята. И не боящись говорить. И это очень важно, потому что важно не только иметь какие-то идеи, задумки, мысли. Важно также их озвучить, донести, если нужно отстоять, если нужно прислушаться к конструктивной критике. Глеб признался, что если бы стал министром образования, постарался бы поднять престиж учительской профессии. Особенно в глазах молодых.